Постоянные поломки и дребезжания во время поездки. Старый лифт пугал всех жителей дома. За 26 лет службы он пришел в негодность, но в многоэтажке такое средство передвижения просто необходимо. Новый лифт установили в прошлом году по программе капитального ремонта. Действительно в помощь жителям, особенно сколько колясок детских на входе. В доме достаточно много живут пенсионеров и мамочек с детьми, которых у нас маленьких очень много, которым тяжело было спускаться и подниматься, пока лифт ремонтировался, менялся. Но мы терпеливо ждали и очень все довольны. Сотрудники управляющей компании рассказывают, для того, чтобы обратиться в фонд капремонта сначала провели голосование среди жильцов. Большинство жителей поддержало установку нового лифта. Было принято решение, что конечно лифт очень нужен. Был старый, дребезжал, все это слышали при эксплуатации лифта. Он уже практически был не в эксплуатации, будем так говорить. После этого собрали подписи благополучно, все было сделано документально, все выбрано компанией, которая нам сделала Альянс Групп, все в сроке, все в принципе, все нормально. Гендиректор фонда капремонта рассказал, что в прошлом году они поменяли рекордное количество лифтов во Владимирской области. На 211 новых устройств было выделено около 400 миллионов рублей. Субсидия выдавалась на условиях софинансирования. 50% оплачивал бюджет и столько же собственники. В планах на ближайшие 4 года поменять все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Согласно требуемому технического регламента, до 15 февраля 2025 года все лифты, у которых срок службы свыше 25 лет, должны быть заменены. На территории Владимирской области таких лифтов сейчас 638. В этом году планы скромнее, чем в прошлом. Фонд капремонта в краткосрочном порядке заменит 14 лифтов в многоквартирных домах региона. Ольга Альфимова, Мария Гончарова и Вячеслав Сноровкин.